Приветствую вас, дорогие друзья! Ну что ж, подходит к концу серия роликов, посвященных к распродаже 11.11. Кто не в курсе, на канале была подборка планшетов, также подборка телевизоров и ТВ-приставок, большая подборка смартфонов и подборка смарт-часов. И сегодня мы рассмотрим последнюю подборку, это подборку наушников, причем такого вот компактного, так и большого форм-фактора накладного типа. В общем, сажайтесь поудобнее, с вами канал Smart Life, поехали! Итак, друзья, еще раз напоминаю про подборку смарт-часов, которая вышла сегодня утром. Также была подборка смартфонов, телевизоров и ТВ-приставок и планшетов. Кто не видел, советую ознакомиться. Но теперь перейдем непосредственно к подборке наших наушников. Специально вывел такую вот отдельную табличку с промокодами, которые можно применять для снижения цены. И также вот я решил указать короткие технические данные наушников, ну в частности по тому, какая емкость аккумулятора и какие кодеки они у нас поддержатся. Соответственно, с ценой. Сразу для того, чтобы вы ориентировали, сколько стоят те или иные наушники. Ну и промокоды. Промокоды, где можно применить. В частности, на вот этих наушниках самых бюджетных у нас промокод никакой не применяется. Но думаю, что можно будет какие-нибудь монетки. Вы знаете, сейчас монетки меняются. Сбить немного там полдоллара, может быть, даже доллар вполне реально можно и сбить. Значит, начинаем, как обычно, по возрастанию от самых бюджетных наушников к самым дорогим. Первые наушники на очереди у нас самый такой вот бюджетный. Xiaomi Redmi AirDots S. Стоимость данных наушников будет составлять 4,5 доллара. Это самая минимальная цена за такие наушники. В целом, что могу сказать. Естественно, уши не сильно прям-таки крутые, естественно. Не сильно емкость аккумулятора здесь будет хорошая. Но если выбирать какие-нибудь ноунеймы, либо наушники от более-менее именитого бренда, лучше взять такие вот наушники от Xiaomi, чем всякие ноунеймы. Это как бы моя такая вот субъективная точка зрения. А 4,5 доллара стоимость данных наушников будет составлять 328 рублей. Думаю, что по месту минимума не стоит 1000 рублей, как минимум. Так что цена очень даже неплохая. Далее идут наушники от компании Lenovo. Значит, Lenovo P40. Тоже, смотрите, 8600 заказов. Ну, такие с виду очень даже элегантные наушнички. Bluetooth 5.0. Не сильно здесь у нас емкая батарея в этих наушниках. То есть, работать они буквально будут 3,5 часа, не больше. С док-станцией до 10 часов время работы будет у нас у этих наушников. Но, в принципе, на день активности такой вот средней с док-станцией их будет вполне недостаточно. Следующие наушники также от компании Lenovo. Только тут у нас уже такой вот другой форм-фактор. Они немножко получше для басов будут, эти наушники. Также, вы видите, 8000 заказов. Емкость здесь немножко побольше, на 4 часа будет хватать данных наушников с док-станцией до 12 часов. Тоже, в принципе, нормальные наушники для своей цены. 13,5 долларов, 1000 рублей стоимость данных наушников. Что могу сказать? Как на подарок, очень даже неплохой вариант. Такие вот, знаете, внешне очень даже солидно выглядят эти наушники. Далее идут наушники от компании Xiaomi Air 2 SE. Ну, в принципе, тоже достаточно неплохие наушники с кодеком AAC, SBC поддержка есть. Версия Bluetooth 5.0. 5 часов работы от, ну, без подзарядки. 20 часов вместе с зарядкой от док-станции. Сенсорное управление, 4600 заказов. В принципе, наушнички пользуются спросом. Далее идут у нас наушники также от фирмы Baseus. В принципе, такие у нас уже идут вкладыши, вроде бы вкладыши они называются. Ну, да, в общем, затычки такие с сенсорным, точнее, с такими вот вкладышами наушнички. 21 тысяча заказов пользуются спросом данные наушники. SBC кодек поддерживается 5.0. Они достаточно автономные. 5 часов вместе с док-станцией. Время работы составляет 25 часов. 1000 рублей стоят данные наушники. Уже можно будет применить промокод на 120 рублей. Итого цена будет составлять порядка 900 рублей. Тоже, как на подарок, такие вот варианты вполне неплохие. Далее идут у нас наушники от компании Hilo GT3. Кто не знает, Hilo это вроде бы как суббренд Xiaomi. Как-то относится дочерно к компании Xiaomi. 5600 заказов на данные наушники. Они у нас уже имеют поддержку. Такой вот ANC это у нас. Шумоизоляцию немножко они у нас поглощают. То есть режим активной системы шумоподавления, грубо говоря, у этих наушников у нас есть. Что можно сказать в принципе? Bluetooth 5.0, ну автономные. Вот в плане автономности они вроде бы как достаточно хороши. Ну и форм-фактор таких наушников, они достаточно удобные при использовании. Стоимость 1200 рублей с промокодом 1100 рублей. Так, далее. Следующие наушнички у нас QCY. Тоже бренд достаточно именитый в мире таких вот бюджетных наушников. Стоимость их будет составлять 1371 рубль. С промокодом цена будет 1250 рублей. 6700 заказов. Bluetooth 5.1. AAC кодек. SBC поддерживается. Хорошая автономность у данных наушников заявлена. 8 часов и 40 часов с док-станцией. Что, честно сказать, не особо мне верится. Ну не знаю, по крайней мере вот так вот заявляют. E&C у нас есть поддержка шумоизоляции, точнее звуковое окружение. 4 микрофона присутствуют. Ну что могу сказать. В принципе, по характеристикам наушнички очень даже неплохие. 1250 рублей. Цена очень даже хорошая. Далее идут у нас наушники от именитого бренда в мире наушников Edifier. Edifier специализируется на звуке, поэтому вот если я выбирал бы наушники за более-менее такой вот нормальный прайс, я бы выбирал Edifier. Потому что у меня у самого есть наушники накладного типа Edifier. Они звучат просто бомбезно. Поговорим о них немножко в самом конце. Так вот, смотрите. Edifier X3. Самые бюджетные наушники с кодеком IPTX. 20 долларов. Ну тут точнее сказать, еще доллар можно будет сбить купон от магазина. Итого цена будет составлять у нас 19,5 долларов. 1423 рубля. Вместе с промокодом цена будет 1300. 1300 за наушники с кодеком IPTX. Это отличная цена. Также ENC у нас здесь есть. Звуковое окружение поддерживается. То есть можно использовать для бега данные наушники. Ну что могу сказать. Очень даже хорошие наушники. Очень даже хорошие наушники. Далее тут у нас те же самые Edifier, но другого форм-фактора. Edifier X3. Эти наушники, конечно, по железу вроде бы как немножко хуже. Но, по крайней мере, IPTX поддерживается. Хуже они именно, знаете, в емкости аккумулятора. То есть время работы у них немножко поменьше. Но IPTX поддерживается. И кому нравится такой вот форм-фактор вкладышей. Да, это вроде вкладыши называются. Затычки у нас с амбушюрами такими. Так вот, пользуются спросом эти тоже наушники. IPTX главное есть. 1491 рубль, 1370 рублей будет с промокодом стоить данные наушники. Следующий тип наушников это у нас JBL. Также немало неизвестные наушники от всеми известного бренда. Значит, стоимость данных наушников будет составлять 20, ну в общем, 1758 рублей. Это уже, насколько я правильно понял, нет, это без промокода. Но это с Российской Федерации. То есть тут уже нужно будет оплачивать в рублях, сразу могу сказать. Цена 1753 рубля. Плюс промокод на 120 рублей можно будет применить. Итого цена будет составлять у нас 1570 рублей. Тоже достаточно неплохо. ААЦ кодек, Bluetooth 5.0, 5 часов работы. В принципе, как видите, 7000 заказов говорит о том, что наушники пользуются спросом. Следующая модель наушников у нас от компании HILO. Также наушники с поддержкой кодека IPTX, обращаю ваше внимание. 1900 заказов. Такой вот форм-фактор вкладышей эти наушники у нас имеют. Тут IPTX, Bluetooth 5.2, хороший кодек, достаточно новый. Тут у нас на эти наушники можно еще применить промокод, точнее купончик от магазина получить. Ну, в принципе, почитал отзывы. Достаточно неплохие наушники. 5 часов времени работы, 24 часа при работе с док-станцией. Далее идут у нас наушники Xiaomi Redmi AirDots 3. Такая вот новиночка. 7700 заказов. Тоже пользуются с прошлым немалым данные наушники. 29 долларов, 2000 рублей. Минус 200 рублей по промокоду. Можно вложиться в пределах 2000 рублей. IPTX поддержка есть у данных наушников. Такой вот форм-фактор затычек имеют. Ну, в общем, в принципе, тоже, если вы поклонник Xiaomi, такие наушники можно брать. У них хорошая автономность 5 часов и 30 часов с док-станцией. Далее идут у нас наушники от компании Realme Boots AirDots Neo. Значит, эти наушники тоже имеют такой вот форм-фактор затычек. Если вы являетесь поклонником компании Realme, вот такие наушники, в принципе, можно брать. Версия Bluetooth 5.2, AAC, SBC, ANC есть поддержка. То есть, у нас шумоподавление у данных наушников присутствует, что очень даже хорошо. Ну, и там всякие степени защиты присутствуют у данных наушников, само собой разумеющиеся. Далее идут у нас наушники от компании Edifier, опять-таки, TWS1 Pro. Наушники с кодеком IPTX, с функцией ANC, то есть, шумоизоляцией. Также SBC кодек поддерживается, IP65 водостойкие такие вот наушники. Цена будет составлять 2400 рублями, минус промокод 2200. Ну, тоже, если вам такой вот форм-фактор нравится наушников, можно брать. Один из главных плюсов данных наушников, то, что у них очень хорошая док-станция с емким аккумулятором на 600 мм 5 часов. И поэтому время работы с док-станцией у них 40 часов. И, кстати, время работы самих наушников тоже достаточно немалое. 12 часов. То есть, вот, автономные, хорошие наушники, с достаточно неплохим звучанием и кодеком IPTX. В своей ценовой категории, наверное, одни из самых таких вот выгодных затычек. Далее тут у нас Edifier, в таком World Form Factory, а-ля вкладыши, совмещенные с затычками. Тут уже басы достаточно хорошие, но кодек IPTX, к сожалению, у нас здесь нет. Bluetooth 5.0, ANC есть, шумоподавление у этих наушников, 5 часов времени работы. Ну, в принципе, тоже неплохие такие вот у нас наушнички. Есть у нас здесь степень защиты IP55, 54 точнее, 2400 рублями. В общем, 2300 будет с кодеком, точнее, с промокодом данные наушники стоить. Далее тут наушники от компании OnePlus. Очень хорошие наушники. Версия Bluetooth 5.0. Значит, наушники в паре со смартфонами от компании OnePlus имеют поддержку Dolby Atmos только со смартфонами от OnePlus. То есть, они, естественно, если вы являетесь обладателем смартфона OnePlus, то такие наушники я вам рекомендую брать. Они очень хорошо звучат. У них там есть какой-то стройный звуковой чип, 5 часов время работы, 20 часов вместе с док-станцией. Ну, в общем, наушники хорошие. Очень хорошие наушники для поклонников от компании OnePlus. Рекомендую. И звучание у них, соответственно, в своей цене. 2600 рублями они будут стоить. Минус по промокоду. В общем, 2400 рублями. Обращаю ваше внимание, что глобальная версия будет стоить немножко дороже. Разница между глобальной и китайской по звучанию никакой. А вот есть разница, там вроде бы как при сопряжении в глобальной версии там какая-то появляется заставочка. А в китайской вроде бы как не появляется. Я так почитал на FOPDA. Но вроде бы как по звучанию разницы особо нет. Так что, в принципе, можно брать и китайскую версию. Это не сильно принципиально. Так, далее идут у нас наушники от компании Realme. Это у нас Realme Boots IR2. Значит, 5 часов время работы от аккумулятора у данных наушников. Что еще можно сказать? Тут у нас 25 часов при работе с док-станцией. Bluetooth 5.2. Хороший кодек. Есть поддержка ANC. Это у нас шумоизоляция. Есть поддержка ENC. Это у нас звуковое окружение. То есть окружающий мир для бега. Очень полезная штука. 2200 заказов. Говорит о том, что пользуются спросом. Также данные наушники. 2600 рублей цена без промокода. С промокодом 2400 рублями. Далее идут у нас наушники от компании. Сейчас, секундочку. Тут у меня немножко постоянно выпадает. Не то, что надо. Так, вот наушники следующие идут у нас от компании Vivo. 41 доллар. С промокодом цена будет у нас практически 3000 рублей. С промокодом 2800 рублями. К слову говоря, у меня данные наушники есть. Есть хорошие наушники, сразу могу сказать. У них также есть звуковое окружение, шумоизоляция. Отличная посадка у данных наушников. Ну, в общем, для своей цены годные наушники. Реально годные. Форм-фактор у них очень удобный. Могу смело рекомендовать. Хорошая автономность 8 часов работы. С док-станцией 28 часов будет работать данные наушники. Ну, как бы бренд Vivo. Всем уже известный. Если вы являетесь обладателем смартфона Vivo, то рекомендую брать именно наушники от этого бренда. Так, далее у нас идут наушники от компании Xiaomi. Новиночка Xiaomi Redmi Boots 3 Pro. Наушники у нас имеют AAC кодек поддержка, SBC, ANC. То есть у нас звуковое окружение есть. Точнее, шумоизоляция, звуковое окружение. Смотрите, 14000 заказов. Ну, в общем, пользуются спросом данные наушники. Значит, 6 часов время работы без док-станции. С док-станцией 28 часов. Цена будет составлять 3357 рублей. Минус по промокоду, ну, практически там, 350 рублями они будут стоить. У нас здесь, я так понял, есть беспроводная зарядка у данных наушников. Ну, в общем, также наушнички очень даже хороши для своей цены. Следующие наушники у нас идут от компании Honor. Те наушники, которые я вчера делал обзор, мне очень понравились эти наушники. Без всякой такой вот хвалебной оды могу сказать. То, что наушники для своей цены реально очень хороши. Значит, сенсорное управление здесь, я считал, что недоработано. Но, в общем, мне в комментариях один товарищ написал, что можно на один наушник настроить паузу, на другой наушник, чтобы следующая композиция переключалась. То есть, в принципе, вот сенсорное управление здесь относительно неплохое. Хороший звук. Просто отличная посадка у данных наушников. И замечательная автономность. 10 часов работы без подзарядки. Это очень хорошие показатели. И 32 часа, если еще использовать док-станцию. Значит, Bluetooth 5.2, AC, SBC, звуковое окружение, шумоизоляция. Все у них есть. И у них достаточно хороший микрофон. То есть, вот по гарнитуре наушники себя показывают достаточно хорошо. Далее идут у нас наушники от компании Realme Boots Air Pro. Также у меня эти наушники имеются. Я их послушал. Хорошие наушники. Чем-то схожи с Vivo. Значит, чем они лучше? Здесь сенсорное управление немножко лучше реализовано, но немного хуже автономность. А так, в принципе, по звучанию, что Realme, что Honor стоят на одной ступени. Там у нас идет одинаковый диаметр динамика 10-мм. То есть, звук у них реально очень схож. Как по запасу громкости, так и по звуковому спектру. Далее идут у нас наушники от компании Edifier. Также, в принципе, достаточно хорошие наушники. С кодеком, точнее, с поддержкой ААЦ, с SBC. Также есть шумоизоляция здесь, точнее, режим шумоподавления. Режим звукового окружения. По звуку наушники тоже очень даже хороши. 2000 заказов. Говорит о том, что пользуются спросом. 3 800 рублями. Минус по промокоду. Тут у нас можно сбить цену на 200 рублей. Итого будет цена 3600 рублей. Далее идут у нас наушники от именитого бренда Huawei Free Boots 4i. В принципе, вот это Huawei Free Boots 4i. Это, по сути, будут те же самые Honor Air Boots 2 Lite. Насколько я правильно понял по звучанию. Все то же самое, просто что наушники от компании Huawei. Honor'ы стоят дешевле. При прочих равных я бы брал, наверное, Honor'ы. Ну, каждому свое, в принципе, Huawei такой вот более, наверное, больше на слуху. Форм-фактор наушников очень схож. Два микрофона, шумоизоляция, звуковое окружение есть. Тоже у нас хорошая автономность 10 часов. Но с док-станцией они будут работать немножко меньше. 22 часа. То есть здесь немножко док-станция менее емкая. Ну, а так в остальном все, в принципе, то же самое. Звук хороший. И я думаю, что также не разочаруетесь. Далее идут у нас наушники от компании OnePlus. OnePlus Boots Pro. Очень такие вот премиальные наушнички. Если вы являетесь обладателем какого-нибудь флагмана от компании OnePlus, то я рекомендую брать именно такие вот наушники. 7 часов. Время работы от аккумулятора. Ну, без подзарядки. С подзарядкой от док-станции. 38 часов. Хорошая у нас емкость данных наушников. Они имеют поддержку кодека LHDC, что очень даже хорошо. Ну, естественно, есть звуковое окружение, шумоизоляция, хороший микрофон. Ну, в общем, премиальные наушники от компании OnePlus. Если вы хотели их взять, вот сейчас достаточно неплохая цена. 7800 рублями. И также тут можно будет применить промокод уже на 800 рублей. То есть, грубо говоря, стоимость данных наушников будет составлять 7000 рублей. Что относительно неплохо. Далее идут у нас наушники от компании Huawei. Также у нас здесь премиальные такие вот наушнички от компании Huawei. 113 долларов вместе с купончиком от магазина. Цена данных наушников будет составлять. Тут у нас можно будет применить промокод на 950 рублей специальный от магазина. При доставке в Россию, насколько я правильно понял. Так вот, стоимость их будет составлять. Тут уже, ну, порядка 7000 рублей. Тут продавец пишет 6900. Ну, в общем, мне кажется, что выйдут на немножко дороже. 7000 рублей, где-то так. Ну, неважно. То, что можно сказать по этим наушникам. Звуковое окружение есть. ЕНЦ, АНЦ, шумоподавление. У них хорошее сенсорное управление. То есть, сенсорное управление реализовано так, что можно регулировать громкость. В общем, именно по сенсорному управлению они очень хороши. Ну, и по звучанию тоже показывают себя достаточно хорошо. 8 часов работают без подзарядки. С подзарядкой 40 часов. Тоже хорошая, хорошая автономность. По звуку наушники тоже очень и очень хороши. Очень многие их хвалят. Ну, что ж, друзья. Закончили мы у нас такие вот компактные наушники. Дальше я решил перейти к таким вот наушникам накладного типа. Решил рассмотреть такие вот наушники проводного типа с микрофоном. В общем, смотрел разные наушники. В общем, из того, что я правильно понял, вот по комфорту, мне понравились вот эти Edifier. Наушнички 1700 рублей, минус 120 рублей по промокоду. И того цена будет составлять у нас 1600 рублей. Как для такого вот форм-фактора, они достаточно удобные, с уносным микрофоном. Ну, такие наушники можно брать. В принципе, я вот за такую цену бы такие наушники взял. Далее тут у нас наушники также от компании Edifier. Я решил вот не переходить на всякие другие бренды, потому как знаю по личному использованию, что Edifier по звуку очень хороши. Как бы лучше выбирать наушники, которые специализируются, выбирать наушники того бренда, который специализируется непосредственно на наушниках. Значит, это у нас наушники также проводные. Стоимость 33 доллара, 2400 рублями, минус 200 рублей по промокоду. Там будет выходить где-то 2200 рублями. 106 заказов, RGB-подсветочка есть, выносной микрофон, есть шумоподавление режим. Ну, в общем, наушнички комфортные, удобные для геймеров. Если вам нужны какие-нибудь компьютерные наушники хорошего типа, вот такие я бы рекомендовал. Далее тут у нас наушники уже без такого вот провода. Точнее сказать, эти наушники с проводом, но они уже идут Bluetooth-наушники. То есть, если прошлые были не Bluetooth, это у нас идут уже непосредственно Bluetooth-наушники. Ну, а вот этой фирмы Anker, Вики, 2700 заказов, очень такая вот популярная фирма в мире наушников. У этих наушников также есть провод, можно их подключать через провод к компьютеру, но они еще и у нас и беспроводные. Помимо этого, 60 часов могут продержаться без подзарядки, 16-омные, два динамика по 400, по 40 миллиметров, Bluetooth 5.0, цена 2400 рублями, минус 200 рублей, 2475, минус 200 рублей по промокоду, 2275 рублей. Ну, в общем, тоже такие вот наушнички в бюджетном сегменте можно взять. Альтернативные наушники, это у нас только Edifier, я буду рассказывать. Эти наушники у нас уже идут с поддержкой ANC, то есть режим шумоподавления присутствует, кодек AAC, SBC у нас здесь поддерживается, купон от магазинчика можно получить, Bluetooth-версия 5.0, а тут у нас 3.5 джека нет, но здесь есть выход Type-C разъема, и через Type-C можно подключать эти наушники также к компьютеру, просто здесь нужно будет другой провод использовать. Ну, в общем, неважно, также можно подключать эти наушники и к смартфону, и к компьютеру через провод независимо, это тоже хорошо. 40 часов работы от аккумулятора, хорошая посадка, ну, в общем, Hi-Res Audio у нас здесь поддерживается, ну, наушники тоже достаточно хороши, 3.500 рублями, минус 200 рублей промокоду, 3, у нас 300 выходят данные наушники. Следующие у нас наушники идут также Anker, пользуются спросом немалым, Q20 линейка с шумоподавлением, AUX кабель есть, 2 динамика 40-мм, 60 часов работы от аккумулятора, смотрите, 2693 заказа, говорит о том, что пользуются спросом немалым. В данной наушнике есть экспресс-доставка, то есть по России можно из Китая заказать, если вы живете где-нибудь там в Украине или в других странах, то есть, в принципе, наушники и те, и те можно брать. 3.800 рублями, минус 300 рублей по промокоду тут у нас можно сэкономить, и того цена будет составлять 3.500. Ну, достаточно неплохо, достаточно неплохо, как для таких вот наушников. Следующая модель у нас более дорогая, это те же самые Anker Q30, 68 долларов, 5000 рублей, уже наушники такого вот элитного премиум сегмента, ANC есть у нас, шумоподавление, ENC, звуковое окружение, NFC, AUX, ну, в общем, наушнички тоже топовые. Обращаю ваше внимание, 18 тысяч заказов. Это говорит о том, что, видите, люди заказывают, да, наушники не из бюджетных, но, наверное, пользуются немалым спросом благодаря хорошему звуку, хорошему функционалу, в общем, в этом плане они очень даже хороши. Ну, и последние наушники, это у нас наушники от компании Edifier. Edifier – это те наушники, которые я вот сейчас пользуюсь. Почему решил я их добавить? Потому как, ну, я являюсь владельцем этих наушников, конечно, я покупал их по более низкому прайсу, но, в принципе, мне там они, по-моему, выше где-то 4 тысячи рублей. Но вот сейчас можно будет взять эти же наушники за 5 тысяч рублей, плюс по промокоду цену можно будет сбить до где-то 4,5 тысячи рублей. Чем хороши наушники? Тем, что они имеют поддержку кодека IPTX. Сразу обращаю ваше внимание, что, видите, это у нас заказывать можно только в России за 4,5 тысячи рублей с промокодом. А вот если на Алиэкспресс, они стоят дороже. Они стоят 80 долларов, это где-то 5-800 рублями. Ну, в общем, видите, с Tmall, грубо говоря, они на 500 рублей стоят дешевле. Наушники хороши тем, что они имеют кодек IPTX. Есть у них режим, в общем, можно их подключать через шнур. Через шнур звук просто бомбезный, сразу могу сказать. NFC, естественно, у нас поддерживается. В общем, наушнички хороши. Правда, вот здесь я ошибся. Ни ANC, ни ENC, то есть ни шумоподавление, ни звуковое окружение у них уже не присутствует. Но зато они очень комфортно сидят на голове. Я неоднократно в них сижу, постоянно монтирую видеоролики. Усталости ушей вообще не наблюдается. То есть в плане комфорта просто замечательные наушники. Так что, если вам нужны хорошие наушники с хорошим звучанием, вот такие вот наушники я могу рекомендовать смело. Ввиду того, что я сам ими пользуюсь. Благодарю всех за внимание. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поддержать его лайком с комментарием. На создание данной рубрики у меня ушло очень много сил и энергии. В частности, на заполнение таблицы со всеми характеристиками. Так что, буду искренне признателен всем за поддержку. Ну и также напоминаю, что сегодня вечером будет стрим, посвященный распродаже 11.11. На котором мы будем обсуждать, как правильно заказывать, как не попасться в хитрые уловки продавцов. Ну и, само собой, поотвечаю на все ваши вопросы. Так что, вечером заходите, пообщаемся. Будет очень интересно. Большое всем спасибо за внимание. Не болейте. И удачи!